На этой неделе СМИ сообщили о том, что в США принято решение о сворачивании программы строительства истребителя пятого поколения F-22. С подробностями и Гугла Лишвили в рубрике «Политразвез». Гугл, что стало причиной этого решения? Только экономический кризис или что-то еще? Речь не совсем идет о сворачивании проекта. F-22 уже создан и даже принят на вооружение американской армии, в которой имеется около 140 этих самолетов. На сегодняшний день это единственный в мире действующий истребитель пятого поколения. Речь идет о прекращении строительства и закупок. Это не совсем одно и то же. Потому что сворачивание проекта означает полный отказ от него. А проект F-22 уже доведен до конца, и эти самолеты поступили в войска. Их просто пока прекращают выпускать. То есть правильнее говорить о том, что проект не свернут, а заморожен. Истребитель F-22 действительно очень дорогой, сложный и поэтому малопрактичный на сегодняшний день. И разговоры о том, что этот проект остановят или заморозят, появились не вчера. Американские средства массовой информации давно, еще при Джорджи Буше, предупреждали о том, что после смены власти в Белом доме, США откажутся от долговременных и дорогостоящих военных проектов. И кстати, одним из тех, кто выступает за такой отказ, является нынешний министр обороны Роберт Гейтс. Вообще в США сейчас действуют два параллельных проекта, истребители пятого поколения. Проект F-22 и проект F-35. И нужно было просто решить, какой из них продолжать и какой остановить. В финансовом плане, один истребитель F-22 обходится почти в 140 миллионов долларов США. А стоимость одного F-35 не превышает 85 миллионов долларов. Простая арифметика диктует окончательный выбор в пользу F-35. Но если бы не кризис, то еще неизвестно, прекратили бы закупать F-22 или нет. Дело в том, что на F-22 возлагались большие надежды. Считается, что этот самолет обладает уникальными на сегодняшний день характеристиками, которые в полной мере могут быть использованы только при столкновении с самолетами такого же класса. А таких самолетов пока не существует. F-22 превосходит все, что есть на сегодняшний день. То есть F-22 просто не с кем сражаться. У него нет соперников, поэтому его ни разу не использовали в горячих точках, ни в Ираке, ни в Афганистане. Говоря по-простому, это самолет будущего. Он оснащен сложнейшей электроникой, крайне дорог и сегодня малоприменим. Потому что ни у кого в мире равного истребителя пока нет. Некоторые страны, например, Япония и Израиль, желают его приобрести. Но американцы пока не поставляют F-22 даже самым близким союзникам, для того, чтобы самолет не оказался рассекреченным. Это показывает, насколько серьезно относится Пентагон к этому самолету. Кроме того, сторонники F-22 говорят, что Россия и Китай работают над созданием подобных самолетов, и поэтому армии США необходимо иметь несколько сотен таких истребителей. Этой точке зрения противостоят противники проекта F-22. Они утверждают, что этот самолет настолько сложен и современен, что его невозможно использовать в ограниченных локальных конфликтах, ни в Ираке, ни в Афганистане. И что закупать и дальше самолет, который не может быть немедленно использован по назначению, непрактично. Подобную мысль, в частности, на днях высказал сенатор Джон Маккейн. Кроме того, Маккейн неожиданно обмолвался о том, что F-22 не отвечает всем вызовам 21 века. Что стоит за этим странным заявлением Маккейна? Новые данные о неполадках или желание просто любой ценой успокоить тех, кто говорит, что от этого пострадает обороноспособность США? А, быть может, слова Маккейна следует понимать совсем наоборот, в том смысле, что характеристики F-22 настолько уникальны и настолько превосходят самолеты потенциальных противников, что иметь этот истребитель на вооружении бессмысленно и нерентабельно. В любом случае, теперь, после прекращения закупок F-22, на первый план выходит намного более экономичный и менее амбициозный проект. Проект F-35. F-35 тоже истребитель пятого поколения. Но если F-22 является истребителем завоевания господства в воздухе, то есть истребителем истребителей, самолетом, который можно использовать только в тотальном конфликте с масштабными фронтами против массированной авиации противника, F-35 это многофункциональный истребитель-бомбардировщик. Он попроще, и его концепция позволяет применять его в ограниченных локальных конфликтах. Из всего этого можно сделать оптимистичный вывод о том, что Вашингтон не собирается наращивать авиацию, которую можно использовать в новой мировой войне. Как будут развиваться события, мы увидим в ближайшее время. Это Политразрез. До встречи через неделю. Продолжение следует...